В эфире «Вести утро» Карачаева, Черкесия. Я вас всех приветствую. Все чаще граждане жалуются на работу коллекторов. Каким образом ее контролируют и что недопустимо? Возможно ли уголовная или другая ответственность за неправильные действия, направленные на возврат просроченной задолженности? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии заместитель главного судебного пристава республики Азамат Кишмахов. Доброе утро всем. Доброе утро, Азамат Юрьевич. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в студию. В век кредитов люди часто сталкиваются с их работой. Я бы хотела спросить, каким образом контролируется работа коллекторов? Федеральная служба судебных приставов определена ведомством, которое осуществляет ведение государственного реестра и юридических лиц, которые занимаются деятельностью по возврату просроченной задолженности, так называемых коллекторских организаций. Кроме этого, служба судебных приставов осуществляет контрольные функции за работой данных ведомств, данных агентств. Помимо этого, контрольные функции наши распространяются на микрофинансовые, микрокредитные организации и иные кредитные организации. Мы осуществляем контроль и осуществляем проверки данных агентств. А что недопустимо в работе коллекторов? В работе коллекторов недопустимо различного вида давления на должника, у которого образовалась определенная задолженность. Это психологическое давление недопустимо, физические угрозы, либо применение физической силы. Скажите, а человек может отказаться от работы с коллекторами, чтобы с ними не взаимодействовать? Такое возможно? Да, конечно. Гражданин может отказаться от работы с коллекторами. Во-первых, он может направить заявление в адрес коллекторской организации с предложением о взаимодействии с ним только через своего представителя. Либо полностью отказаться от взаимодействия. Направляется письмо через нотариуса, либо заказным письмом с обратным уведомлением, либо можно принести и вручить нарочно под роспись. У них бывают часто неправомерные действия, люди жалуются. Что с этим делать? При неправомерных действиях коллекторских агентств необходимо обратиться к нам в службу судебных приставов. Это в городе Черкесске по улице Свободы, 64 Ю. Прийти, оставить заявление. Можно направить заявление по почте, либо обратиться по номеру телефона в городе Черкесске 21 39 23. Азамат Юрьевич, скажите, какая ответственность предусмотрена за невыполнение каких-то своих действий коллекторами? Во-первых, скажу, что все требования по взаимодействию с должником указаны в 230-м федеральном законе. Это различные требования. Это недопустимость превышения количества личных встреч, недопустимость количества телефонных сообщений, либо телефонных звонков. При этом предусмотрена административная ответственность по статье 14 57 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, законодателям с июля текущего года внесены изменения в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми предусмотрена и уголовная ответственность в отношении недобросовестных коллекторов. Азамат Юрьевич, еще возникают такие ситуации, когда коллекторы действуют и разговаривают не напрямую с должником, а с его родственниками, с его знакомыми. Что надо в этой ситуации делать? Во-первых, при заключении договора должником указывается третья сторона, с которым предусмотрено взаимодействие. То есть это соседи, родственники, коллеги по работе, либо просто друзья. При этом необходимо согласие этой третьей стороны на взаимодействие при возврате просроченной задолженности. Если такого согласия нет, то, соответственно, коллекторская организация не может с ним взаимодействовать. Но при возникновении взаимодействия, при возникновении определенных вопросов и претензий коллекторской организации, эти третьи лица, которые мы обозначили, члены семьи, сотрудники, точно так же, в таком же порядке, могут обратиться в коллекторскую организацию, точно так же через нотариуса, либо заказным письмом, и отказаться полностью от взаимодействия. Я благодарю вас за полную информацию. Спасибо вам. Спасибо. Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите Вести. Удачного продолжения дня и до встречи.